Вот скажите мне абсолютно честно, даже можете на паузу поставить видео и потом сразу ответить мне в комментариях, как часто случалось так, что вы планировали встретить Новый год просто в блестящем образе, но пока накрошишь оливьешку, запечешь какое-то мяско, сделаешь нарезку, соберешь к Новому году своего мужа, детей, собаку и всех прочих, опоминаешься где-то приблизительно в 11.30 и понимаешь, что на себя еще не было потрачено ни минуты. И с одной стороны уже устал и вообще ничего даже не хочется делать, но с другой стороны это же все-таки Новый год и хочется хорошо выглядеть, если будете фотографироваться, чтобы потом не смотреть на себя вот так вот сквозь пальцы, нет, этого не было, а действительно любоваться этими фотографиями и вспоминать каждый праздник, который вы встречали вместе со своей семьей или со своими близкими, друзьями. И короче, у меня в этом году созрел такой вот коварный план, мне захотелось обязательно сделать видео об экспресс-макияже новогоднем, который можно сделать вот реально, не преувеличивая за минут 15, не больше. Если не тратить время на разговоры, на объяснения какие-то, и если вас никто не будет отвлекать, вот 100% минут 15 вам хватит на этот макияж. А сейчас я предлагаю вам переместиться в макросъемку, я вам с близка покажу макияж глаз и поделюсь всеми секретиками, которыми вы можете воспользоваться, когда будете делать себе макияж. Глаза в новогоднем макияже, мне кажется, играют очень большую роль, поэтому сегодня я хочу сосредоточиться на тех шагах, которые реально что-то меняют и делают визуальную разницу. И я хочу сократить все те шаги, которые визуально, конечно, сделают ваш макияж более качественным, более профессиональным на вид, но в то же время визуально особо ничего не поменяют. И так как я делаю очень быстрый экспресс макияж, то растушевку я буду делать всего одним оттенком теней. Я вам предлагаю взять какой-то средний оттенок, не светлый, не транзитный и уж тем более не темный, а именно вот какой-то вот такой вот средний. У меня это Colourpop оттенок Conundra. И с помощью растушевочной кисти я буду наносить этот оттенок во внешний уголок и в складку века. Чем хороши такие оттенки средних тонов? Это тем, что они очень хорошо наслаиваются. То есть вы можете растушевать этот оттенок практически в кожу, то есть будет совершенно незаметен переход, но в то же время вы его можете наслоить. И таким образом будет казаться, что у вас больше, чем один оттенок нанесен в складку, хотя на самом деле это не так. Теперь для того, чтобы наш макияж превратился именно в праздничный, мне кажется, нужно добавить какого-то шиммера, глиттера, вот что-то такое нарядное. Здесь, конечно, можно пойти длинным путем и нанести сначала металлические тени, потом базу под глиттер, потом сверху глиттер, но это все очень долго. Поэтому я нашла у себя в коллекции один продукт, который заменяет сразу все три эти шага. Я просто обожаю эти кремовые тени от Makeup Revolution. Это оттенок Rebound. Этот оттенок, конечно, просто уникален. Мало того, что он очень металлический и светоотражающий, так в нем еще огромное количество блесток, которые при этом не осыпаются. То есть вы просто можете пальцем нанести это на веко, и это будет выглядеть максимально празднично, ярко и красиво, но в то же время вам не нужно будет заморачиваться со всеми этими шагами, а потом еще и очищать от блесток зону под глазами. Поэтому просто набираем этот оттенок на палец и наносим на все подвижное веко и даже немножко выше складки. Теперь я беру тот же оттенок, который мы наносили в складку и просто подтушевываю быстро края. Но, кстати, для того, чтобы вы на этот шаг не тратили сильно много времени, когда будете наносить кремовые тени, сразу их так пытайтесь растушевать на границе между вашей тушевкой. То есть в основном оттенок, конечно, наносить на эту зону, а на эту уже как будто растягивать и немножко подтушевывать. Тогда у вас не будет жесткого перехода и вам на этот шаг не нужно будет тратить много времени. Так, по большому счету с верхним веком все. Теперь надо решить, что делать с нижним веком. Здесь есть на самом деле три варианта. Первый это быстро нанести тот же коричневый вот так вот по нижнему веку, который мы наносили в складку. Либо те же кремовые тени тоже нанести такой тоненькой полосочкой блестящей. Либо взять какие-то другие металлические тени светлого оттенка. Мне очень нравится вот этот вот светлый персиковый оттенок. Это тени Makeup Geek, оттенок Spot Light. Эти тени очень хорошо освежают макияж. И тогда, когда нет времени на растушевку, но нужно как-то выделить глаза, вот это чуть ли не один из лучших вариантов в моей коллекции. И я вот просто с помощью маленькой кисти наношу их на нижнее веко. Ну что ж, по большому счету и все. Теперь только осталось накрасить ресницы. Сразу скажу, что следующий шаг совершенно не обязательный, особенно если у вас хорошие ресницы. Но если ресницы у вас отвратительные, то этот шаг, конечно, очень сильно изменит макияж в лучшую сторону, при том, что это не займет много времени. И я сейчас говорю о том, чтобы наклеить вот такие вот акцентные реснички на внешний уголок глаза. Вы просто наносите на них немного клея, а потом вот так вот прикладываете на ресничный край. Все, вся работа сделана, но при этом макияж сразу преобразился. Ну что ж, макияж глаз у нас готов. Теперь давайте определяться с лицом. Мне кажется, как ни крути, но вот кроме какого-то базового макияжа лица все равно ничего не получится сделать. И если вы макияж делаете достаточно часто, то у вас уже наверняка отработана какая-то техника, как сделать максимально быстро лицо свое. Я имею в виду тональный крем и все последующие шаги, которые вы считаете обязательными для себя, потому что все-таки эти шаги могут варьироваться в зависимости от того, что для вас в макияже является самым главным. И вообще, такой советик. 31 декабря это всегда хаотичный день. Независимо от того, есть у вас какие-то дела по дому, или наоборот вы планируете встречать где-то в гостях или в ресторане. Абсолютно не важно. Все равно этот день рано или поздно превращается в какой-то хаос. Поэтому я вам предлагаю заранее, за день, за два, посидеть, вот посмотреть на всю свою косметику и составить приблизительный план действий. Для себя лично я знаю, что мне очень важно сделать глаза, потому что если я вообще не накрашу глаза, вид у меня будет достаточно уставшим и таким блеклым, скажем так, абсолютно не праздничным. А дальше уже сколько времени останется на лицо, ну, столько и останется, скажем так. Я взяла сегодня тональный крем от YSL Tushekla All-in-One Glow, потому что это абсолютно не проблемный тон. Его можно нанести даже с закрытыми глазами, вот так буквально за 3 секунды растушевать его спонжем. Из-за того, что у него от легкого до среднего покрытия, с ним нет никаких проблем. Он увлажняет кожу, красивый сияющий финиш у него, а главное, это быстрое нанесение. И вообще, кремовыми продуктами в спешке работать проще всего, потому что они не оставляют таких пятен, и как бы ты не спешил, как бы ты не нервничал, все равно растушевать это можно до такого нормального состояния, когда это будет выглядеть неплохо. Именно поэтому я взяла еще и хайлайтер тоже жидкий от L'Oreal Glow Mon Amour. Он, кстати, у меня уже почти заканчивается. Я не думала, что до такого дойдет, потому что, когда я только его получила, я подумала, что эту баночку вообще закончить не получится у меня никогда. Это настолько легкий в использовании продукт, но, на мой взгляд, это сияние очень красиво и дорого выглядит, как будто у вас просто сама по себе очень красивая увлажненная кожа. Еще один шаг, без которого я не могу обойтись, это нанесение бронзера, потому что бронзер, он мало того, что оживляет лицо, так еще и добавляет вот эти вот рельефы, которые могут пропасть после того, как вы нанесете тон на все лицо. Мой самый любимый, естественно, это Makeup Revolution Renaissance Glow. Тоже очень простой продукт. Это и скульптурирование, и бронзирование два в одном. На самые важные участки наносишь, буквально несколько взмахов кисти, все готово. И еще один шаг, который я не рекомендую пропускать, это брови, потому что редко у кого такие брови, которые можно и не трогать, которые с макияжем глаз будут выглядеть нормально. Я имею в виду, что если вы уделили время и все-таки сделали красивый макияж глаз, то бровям нужно уделить хоть какое-то минимальное внимание, и здесь нужно определиться, какой продукт дает вам максимальный эффект за минимальное время. Для меня, например, это карандаш для бровей, какой-то тонкий. Я сегодня пользовалась карандашом от Golden Rose, который называется Long Stay Precise Brow Liner, и у меня это оттенок 101. Самый мой любимый это Color Pop, он у меня, к сожалению, закончился. Я сейчас жду посылку, когда придет новенький. Но пока его нет, пользовалась вот этим. Он вполне нормальный. И опять-таки, здесь буквально пару штрихов, и бровь сразу обретает свою форму. Если карандаш это не ваш вариант, вы можете воспользоваться помадкой для бровей, либо наоборот, если у вас форма красивая, но просто нужно уложить, тогда можете воспользоваться каким-то тонирующим гелем, или просто гелем для укладки бровей. Здесь уже выбирайте сами, что для вас работает лучше всего. Для губ, конечно же, это будет нюд. Если вы даже в спешке схватите красную помаду, и подумаете, что это хорошая идея, вот послушайте меня, и запомните мой совет, вот лучше положите ее на место, и даже не пытайтесь с ней связываться. Просто очень велики шансы того, что вы в спешке и в стрессе будете вести какую-то линию, рука случайно дрогнет, потом нужно будет доставать консилер, кисти, как-то это все подтирать, вытирать, где-то тон поправлять. Короче, на это точно не будет времени. Поэтому лучше выберите какую-то максимально простую и проверенную нюдовую помаду, тем более нюд идет абсолютно ко всему. И я бы здесь советовала даже не жидкую матовую помаду выбирать, а какую-то помаду вот в классическом формате. Я сегодня воспользовалась помадой NYX Suede Matte Lipstick. Это абсолютно классическая форма выпуска помады, и здесь буквально в три свайпа вы можете сделать макияж губ. Ну что ж, в общем-то у меня все. Я очень надеюсь, что вам понравилась моя версия экспресс-макияжа новогоднего. Конечно, такой макияж не победит в номинации Glamour 2019 года, но это реально такой образ, с которым вы просто-напросто не прогадаете. И как вживую, так и на фотографиях это будет выглядеть очень здорово. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх. Можете поделиться этим видео со своими подружками, чтобы они тоже знали все лайфхаки о том, как можно максимально быстро сделать красивый макияж на Новый год. Также YouTube вам сейчас предлагает несколько других моих видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Я очень надеюсь, что вы классно встретите этот Новый год, независимо от того, какой у вас будет макияж или вообще полное его отсутствие. А мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. Продолжение следует...